Послушать хорошо, а посмотреть еще лучше. Виталий Лестраткин, Александр Булгаков с программой Музразбор в эфире НТРФМ. Соединение в полупас. Одну половину брюна подрубали и крепил на шурупы. Все соединение. Глядя на этот миниатюрный колодец и не скажешь, что его автор впервые занялся плотницким делом. Александр Пименов много лет проработал тренером по плаванию. На пенсии устроился трудиться в детский сад дворником. И вот тут у него появилось новое увлечение. Свою первую поделку сколотил из веток, оставшихся после кронирования деревьев. Этот же материал пригодился для домика. Здесь на площадке был щит. Дети рисовали на нем что-то. Мне пришло в голову оформить его как домик по сахвашинам. Это спилы, это все то же самое, саполей. В планах мужчины поселить рядом с домиком мультяшных героев, кота Матроскина и почтальона Печкина. Жить они будут прямо на детской площадке, где каждый день гуляют воспитанники детского сада. Александр за сохранность своих творений не боится. Малыши обращаются с ними бережно. Мы обыгрываем, например, игру в дом. Они приходят друг к другу в гости. То есть встреча гостей. Это и театральные постановки. То есть вот у нас в летний период, нам очень нравится, мы переодеваемся в костюмы и ставим прямо на улицы. Театральные у нас есть постановки. То есть, например, в прошлом году у нас был «Маша и Медведь». Любовь современных детей к мультяшной «Маше и Медведю» передались и Александру Пименову. Мужчина выпилил этих героев из досок в полный рост. Композицию дополнил домиком. От идеи до воплощения у него ушло около полугода, но результат того стоил. Это отмечают педагоги, родители и дети. Очень даже, конечно, нам понравилось. Сначала вот у нас построила иллюстрацию к сказке «Маша и Медведь». У нас сказка была очень популярна среди детей. И даже дети, вот родители у нас высказывали, что «Маша, допустим, девочка, вот у нас была такая, хочет идти в садик, только потому что там встречает Маша и Медведь». Папа маленькой Юлии Федоровой отмечает, его дочка тоже стала охотнее ходить в детский сад. А фотографии с любимыми героями теперь хранятся в семейном альбоме практически у каждого воспитанника садика. Очень все красиво, интересно, неожиданно приятно, очень классно с утра приходить в садик, заходить, сразу такое хорошее настроение, сразу вот такой бодрый настрой, ребенку нравится. Необычные композиции Александр Пименов создает в свободное от основной работы время. Трудится не спеша, каждую фигурку мастерит по несколько месяцев, шкурит, а затем покрывает специальной противопожарной жидкостью, которая к тому же не дает гнить дереву. Разукрашивать скульптуры помогают воспитатели. Решил заняться, ездишь в свободные дни, не все же время работаешь. Снег есть, убираешь, снега нет тогда, чем-то надо было себя занять. Ходил, вот пришла в голову мысль, посмотрел в интернете, и после этого потихонечку началось. Но дважды одну и ту же работу я не люблю делать. Поэтому ни одна фигура на территории садика не повторяется. Каждая уникальна, а главное, любима малышами. Юлия Данилова, Владимир Махмутов, Интернет-ТВ. Юлия Данилова, Владимир Махмутов, R Hisonst Продолжение следует...